Необычные социальные эксперименты организовали сотрудники Департамента уголовно-исполнительной системы в Восточно-Казахстанской области. В преддверии осенних каникул решили проверить, насколько дети доверчивы по отношению к незнакомым людям. Что из этого вышло, смотрите в сюжете. В условиях современной жизни, когда родители значительную часть времени проводят на работе, дети часто находятся одни и порой вынуждены самостоятельно добираться до школы, творческого кружка или спортивной секции. К сожалению, не всегда можно быть абсолютно уверенным в том, что школьник безопасно доберется до нужного места. Всем известны случаи, когда ребенку может подойти взрослый человек, предложить сладость, увезти за собой. Порой такие случаи заканчиваются плачевно, и задача родителей – объяснить своему чаду, что, как бы банально это ни звучало, нельзя разговаривать с незнакомцами. Сотрудники колонии номер 156, дробь 22 областного Департамента уголовно-исполнительной системы провели эксперимент, чтобы проверить детей школьного возраста на доверчивость. Мы ежедневно проводим с ребенком воспитательную работу, пообъясняем, чтобы ребенок не садился в чужие машины, не разговаривал с чужими людьми, не брала что-то из рук, всегда дожидалась нас. Если мы опаздываем, то приходилось ждать нас в школе. Стоит отметить, что ребята, участвовавшие в эксперименте – дети сотрудников ДУИС, но об участии в таком проекте их не предупреждали. Как говорят учителя, мероприятие стало полезным для всех учащихся. На сегодняшний день школа оснащена камерами наружного наблюдения. При входе у нас установлен публикет. Данный эксперимент был согласован с родителями в первую очередь. С их письменного согласия мы решили провести данный эксперимент, показательный эксперимент, так скажем, для того, чтобы это был уроком для всей школы. Эксперимент проходил так. Сначала родители опаздывают и не приходят забирать ребенка из школы в оговоренное время. Тогда незнакомец, признавившийся близким другом мамы или папы, говорит школьнику, что тот дожил идти с ним. Один из детей сразу же согласился пойти с чужим человеком. В связи с тем, что мы постоянно время находимся в большинстве участия на работе, просим друзей, сосед, коллег по работе, как наши дети к этому относятся. Смотрим, проверили. И все провели социальные эксперименты. Специалисты отмечают, что такие проверки, даже несмотря на стресс, для детей необходимы. Ведь только воссоздав опасную ситуацию, можно понять, как поведет себя ребенок. После надо еще раз правильно объяснить, что нельзя доверять никому, кроме родных. Анна Костерева, Назира Ада, Кирсин, Соктибай, Фалтар, Парад.